Всем привет, я историк мода Анатолий Вовк и сегодня мы с вами поговорим о премии Bad Awards. Но давайте говорить откровенно, это одна из самых необычных премий, потому что туда приходят люди обычно в очень странных нарядах. Но иногда за всей этой странностью мы можем с вами увидеть моду. Мода, которая не относится к повседневной жизни. Мода как искусство, мода как творчество, мода как креативность. Итак, начнем мы пожалуй с вами с самого главного, а именно с лайка и с колокола. Помимо этого я бы очень хотел вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал, который называется Историк Мода. Если вы еще не подписались на мой телеграм-канал, сделайте это, ведь там я публикую каждый день различные посты об искусстве, о моде, о моих путешествиях. Я уверен, что вы можете это сделать. Сантана. И что же мы здесь можем видеть? Ну да, действительно дерзкая одежда. Вот так вот рэпер пришел на торжество. Ну что я могу сказать? Действительно, если рассматривать это вне контекста личности, то на мой взгляд, сам по себе образ, ну он интересный. Он интересен тем, что он смешной. То, что мы видим с вами на ногах и то, что мы видим с вами на нем, это образ из коллекции бренда Ария. Весна-лето 2022 года. Это коллекция ready to wear, pret-a-porter или готовая к носке. Вот так вот дизайнер предполагает облачить даму и отправиться куда-нибудь. Но на самом деле не только даму, потому что этот пиджак-жакет, который чем-то напоминает нам все-таки бренд Com de Garçon с его особым прочтением телесности. С его особым прочтением конструкции наряда, вы знаете, вместе с этими ботинками, вместе с этими сапогами, которые отделаны страусом. А для того, чтобы добиться такого эффекта, нужно все-таки несколько рядов сделать этого пера. И потом вы видите, какой градиент, то есть от такого изумрудного оттенка к желтому. Мне нравится приталенность, мне нравятся, конечно же, плечи. Может быть, кому-то покажется странным, что это мужчина с бородой и с такими ногтями. В любом случае, давайте говорить про наряд. Наряд на самом деле неплохой, интересный, необычный. На модели это выглядело вот так. Ну, вообще, я хочу вам сказать, что иногда лучше просто прийти в черном платье. И черное платье, это всегда смотрится лучше на красной ковровой дорожке, чем, например, что-то пестрое. Вот, например, здесь мы можем увидеть Жанель Моне. Вообще, я хочу сказать, что этот наряд потрясающий, хотя вы никогда не сможете догадаться, чей же это бренд. Да, она часто появляется в различных парижских дизайнерах. Но это не дизайнер из Парижа, это дизайнер, который расцвел в эпоху 90-х годов, нулевых. И многие дамы мечтали о платье именно этого дизайнера. Да, это один из главных, наверное, столпов гламура тех веселых нулевых. Это Роберто Кавалли. Это коллекция 2022 года, Ready to Wear. Давайте с вами просто посмотрим на эти потрясающие бретели, которые у нее на плечах и на линии декольте. Это очаровательно. Мне нравится, как это все выглядит. Действительно, все подобрано до мелочей. Очень хорошо сидит у нее лиф, этот бюстгальтер, скажем так, который, может быть, даже из бархата. Он создает правильные пропорции. Очень необычное использование карабина. Карабин, который держит вот так. Так, вы знаете, очень интересно, и мне сейчас нужно вспомнить, и я скажу, как это называлось. О, я вспомнил. Дело в том, что в эпоху Аньес Сорель была такая очень известная фаворитка. Дамы закладывали платье на поясе. И эта техника называлась Литюайо Дохгё. Трубы органа. И вот здесь, вы видите, не совсем так, как было, скажем, во времена мадемуазель Сорелля. Ну да, потому что Сорель была одной из главных, наверное, дам того времени. Но очень похоже. То есть, они как бы в заклад, видите, да? Мне очень нравится. Очень красиво. Ну, давайте говорить, как есть. На показе выглядело не столь аппетитно, не столь красиво. Потому что все равно аппетитность платья, то есть, желание на него смотреть и желание его купить, вызывается не только тканью, но и моделью, которая была выбрана для того, чтобы его показать. На модели все-таки смотрелось не то, чтобы худощаво, но некрасиво, тогда как на ней действительно выглядит лучше. Обратите внимание, что она поменяла нижнее белье. Если на показе это были широкие, то здесь, конечно же, мы видим совершенно маленькие трусики на грани полнейшего исчезновения. Но это даже и неплохо. Мне всегда нравится, как она одевается. Здесь это смелые наряды, что даже вот не скажешь на модели. На модели все выглядит иначе. Еще раз покажу вам ее украшения и, конечно же, покажу вам, как крепятся карабины. Возникает вопрос, что же у нее сзади? А сзади это выглядит не менее интересно. Посмотрите на то, как, в принципе, закрепляется конструкция. И мне нравится, что Роберто Кавалли, в данном случае этот бренд, не педалирует тему животных принтов, а создает что-то по-особенному необычное. Коэллеры. Автор песен. Образ Александра Уэнко. Коллекция 2022 года. Это тоже Ready to Wear. Вы знаете, что в этом году был такой камбэк, возвращение этого дизайнера. На мой взгляд, это один из самых талантливых дизайнеров. Но в любом случае, давайте посмотрим на этот наряд. Это мне чем-то напоминает те сапоги, которые создавала Рианна совместно с Маноло Бланником. Это действительно хороший образ. Обратите ваше внимание не только на этот свитер, который там торчит, вот эти манжеты шерстяные, а вообще сочетание денима. Так вот, Total Look Denim. 70-е были характерны вот этим обилием джинсовой ткани. Это на самом деле очень неплохо. И если не обращать внимание на короткую юбку, можно даже это не заметить. Но я хочу все-таки показать вам, как это выглядело в движении. Это очень важно, чтобы понимать, как ей было удобно с этим передвигаться. Очень короткая юбка, практически она отсутствует. Чем-то похожа на молодую Рианну. Ну, многие сегодня спрашивают, что случилось с Рианной, почему у нее такой стиль, почему она так раздевается. Ну, в любом случае, вы посмотрите мое видео «Обзор нарядов беременной Рианы» и посмотрите мое видео «Обзор лучших нарядов Рианы». Я уже все это опубликовал на своем канале. Посмотрите. Хочу вам продемонстрировать, как же все-таки это выглядело на показе. На показе отличалось лишь тем, что сапоги доходили до юбки. Здесь же она их спустила, как бы выглядело не очень хорошо. Можно ли представить, что белый будет хорошо смотреться на красной ковровой дорожке? Да. Вот, например, еще один вариант. Мэри Джей Блейдж, певица Тони Уорд предоставил эту одежду. Ну, вот вы знаете, иногда асимметрия хорошо смотрится на том месте, где должна быть симметрия. В данном случае я бы не мог сказать, что асимметрия лучше, чем симметрия. Мне кажется, что если был бы второй рукав, то выглядело бы интереснее. В данном случае, ну, не очень правильно они все это сделали. Хотя, давайте посмотрим с вами на обувь. Обувь действительно необычная. Мне нравится, как она обволакивает, то есть, как она огибает ее лодыжку. Сам по себе костюм неплохой. Опять-таки, на мой взгляд, здесь все соблюдено. Особенно очень хорошая ткань, которую очень удобно позировать. Чего не скажешь про наряд рэпера Биг Фридия. Ну, вот это все очень похоже на какую-то ярмарку. И такие зазывалы около шатров, цирков часто присутствовали в конце 19-го и начале 20-го веков. Это даже не костюм Орликино. Это даже не костюм Колумбины. Это просто-напросто костюм непонятно чего. Очень странный наряд. Платье Космо Донату. Мне это все представляется таким смешным вариантом костюма на елку. Вот такой вот, знаете ли, костюм. Чего это может быть? Костюм советского дождика на рождественскую ель или на елку под Новый год. Странно, действительно. Ведь можно же одеться хорошо. Вот на этой фотографии мы не видим хорошую одежду. Да, мы видим здесь Баленсиагу. Ну и что? К сожалению, Баленсиага не всегда добавляет людям стиля. На мой взгляд, все кажется таким маленьким и не очень эффектным. Хотя вот, например, на этой фотографии Тараджи Хэнсон в платье Тома Форда мы можем увидеть действительно какую-то красоту, какую-то моду. Очень хорошее платье с цепью. Это платье Том Форд. Я уже говорил вам, что Том Форд особенно чувствует сексуальное снаряда и может всегда создать красивую одежду, за которую никогда не будет стыдно. Вы обратили внимание, что ее маникюр подходит к ее платью, что бывает не так часто. Очень хороший сдержанный макияж. И мне кажется, что платье в самый раз. Мы видим ее большую грудь. Ну как правильно Том Форд, а точнее его платье, смогли обыграть это. На этой фотографии мы можем увидеть Марсей Мартин в платье Дольче Габбана. Ну вот такой коктейльный вариант для того, чтобы сходить на карнавал в Рио-де-Жанейро или отправиться танцевать танго. Это неплохо. Это действительно красиво. Я хочу вам сказать, что Дольче Габбана любит такую ткань. И очень часто такие платья привозят в Россию. И в России любят Дольче Габбана. В России любят поддерживать этот бренд. Я все жду, когда начнут поддерживать наши бренды. Я не думаю, что Лопаткин, Парфенова, Ахмадулина, Сергеенко, да и куча других дизайнеров, которые выступали в рамках московской и других недель мод, моды не могут создать красивее платье. Могут. Только нужно принести им деньги, как это делаю я. Я покупаю российские бренды. И вы это знаете. Кстати, в рамках недели моды в Москве я дал интервью модному подкасту о том, как развивалась история моды с 50-х до 2022 года. Этот ролик можно посмотреть у меня на канале. Посмотрите это видео у меня на канале. Я уверен, вы получите удовольствие. Потому что мне всегда не вдомек, почему обзоры нарядов смотрят больше, а исторические видео смотрят меньше. Причем просят больше сделать именно исторические видео. И сами не смотрят. Странно. Ой, вот это, конечно, ужасно. Коко Джонс, певица. Костюм ретро фетта. Ну, вот вы знаете, ни ретро, ни фетт я здесь не вижу. Не знаю, какой это праздник. Праздник голого живота. Ведь это же все еще и в кристаллах. Давайте поближе с вами посмотрим. Но, к сожалению, абсолютно безвкусная вещь. Топ стоит 495 долларов. Тогда как юбка стоит, конечно же, дороже. Юбка стоит 895 долларов. Мы можем с вами посмотреть, как ее подготавливали к этому вручению премии. Конечно, вот она выходит из машины. И не так, как Алена Водонаева на премии РУ-ТВ. Когда она пошла, и там какая-то лужа была впереди. Мне вообще тоже очень странно, как так гостей подвозили. Или она не туда пошла. А если платье с треном, и она идет по луже, и что? И в каком виде она придет на красную ковровую дорожку? Здесь такого мы не видим. Действительно интересный на этой фотографии костюм, стоящий из топа и из юбки, и абсолютно неподходящий ей. Вот это, на мой взгляд, лучшее, что мы можем с вами сегодня увидеть. Лизо, певица платья Гуччи. Это действительно такой вот бодуарный шик 30-х годов. Потрясающие голливудские фильмы, которые нам рассказывали. Амурезные истории из жизни, книг, да и вообще амурезные истории, которые писали сценаристы Голливуда в то время. Это, знаете, такая некая версия наряда Джина Харлоу в фильме «Ужин в 7», по-моему, так называется. Или «8» надо посмотреть. Точно, мне нравится этот цвет, и, конечно же, это цвет такого, знаете ли, звездного неба. И этот цвет ворона на ее рукавах и попадолы. Обратите внимание, что ткань просвечивает. Ничего лучше мы не могли бы сегодня увидеть, особенно на такой пышной даме. Конечно, у многих возникают вопросы, почему такой фасон. Но, опять-таки, если вы не полная дама, если вы не корпулентный человек, вам никогда не понять, что для такой фигуры очень трудно найти хорошую одежду, в которой будет удобно. И вот посмотрите, как она взмахивает этими крылами, практически как царевна-лебедь. Главное, чтобы косточки оттуда из этих рукавов не посыпались. Мне нравится здесь абсолютно все. Она любит себя. И самое главное, когда мы смотрим на таких американок, мы понимаем, что человек может быть красивым в любом весе. Я всегда говорю, что любое тело достойно красивой одежды, особенно, если перед нами хороший человек, а не моральный урод. Есть в этом мире такие вот люди абсолютно пустые, глупые, вокруг которых создали культ. И я никогда не скрываю какой-то антипатии к таким людям, потому что все-таки, на мой взгляд, одним милым личиком, знаете ли, сыт не будешь. Если человек внутри нестабильно уравновешенный или гнилой, то, на мой взгляд, никакой личик его не спасет. И мне иногда странно видеть, как люди бегут защищать там абсолютных, абсолютно, как бы так сказать, помягче, невыразительных личностей, приписывая им гениальную славу великих актрис, великих певиц или, например, просто великих женщин. Глен Клоус – это великая актриса. Мэрил Стрип – талантливая актриса нашего с вами поколения. Но уж точно не те, о которых готовы, знаете ли, писать какие-то книги, ну, наподобие Меган Маркл или наподобие Эмбер Хёрд. Это точно невыдающиеся актрисы. Таких много, множество. И мне всегда хочется видеть в человеке не только красивую одежду, но еще и интеллект. То есть, как человек преподносит эту одежду. Можно иметь абсолютно идеальную внешность, понимаете, к которой будут стремиться все, но быть таким пустым и глупым человеком. И для меня лично, это мое субъективное мнение, никакая одежда не сможет добавить человеку каких-то бонусов, если он гнил, глуп и абсолютно не стремится развиваться. Вот я так сказал. Это мое мнение. Я в этом плане сноп. Вот смотрите, видно же, что человек с интеллектом. Лина Уайт. Актриса. Костюм Касабланка. Весна-лето 2022 года. Ну, какая же все-таки красивая подборка оттенков. Посмотрите на эти оттенки. На этот светло-голубой. И посмотрите, конечно же, на то, как он сочетается не только с лацканами, но и, конечно же, посмотрите, как он сочетается с рубашкой. Это правда интересно. Дамы давно-давно уже надевают мужские костюмы. И я считаю, что в этом нет ничего такого. Ведь и мужчина ходит в юбках, и мужчина ходит в женской одежде. Но человек выбирает то, что ему комфортно. И в зависимости от своего интеллектуального наполнения, обыгрывает это и делает красивым. Либо же выглядит посмешищем. Ну, вообще, на модели это выглядело вот так. Привет, здравствуйте, 80-е. Сразу вспоминается известная группа исполнителей. А вот, например, Эва Махсея. Ну, посмотрим с вами на платье. Yourself Al Yassmi. Ну, давайте говорить как есть. На фоне других это не самое ужасное платье. Да, конечно, может быть, оно не может похвастаться правильной длиной. Я бы все-таки чуть опустил бы это платье, и бахрому бы эту отпустил бы, опустил бы вниз. Но посмотрите, сколько здесь труда. Каждую бусинку нужно было собрать. Мы видим, что у нее есть бюстгальтер, и это правильное решение. Потому что в таком случае нужно было выбирать именно бюстгальтер. И это такой наряд для бальных танцев. Посмотрите. На ее смыглой коже белый смотрится как нельзя. Кстати, очень хорошая обувь. Действительно, об обуви здесь многие подумали. Ну, и мне кажется, что с такой фигурой это был лучший вариант. Но все-таки нужно было как-то удлинить этот наряд. Были ли черные красивые наряды? Да. И вот тут вопрос, опять-таки, про симметрию-ассимметрию. Если бы мы добавили второй рукав, никогда бы не было так красиво. Никогда не было бы такой красоты за счет вот этого отсутствия рукава. И формируется особое прочтение платья. Это Хлоя Бейли, певица. В первый раз эти сестрички пришли красиво одетые. Платье Николас Джебран. Весна-лето 2022 год. Это восток. Восток и правильно. Вы знаете, вот восток бывает разный. Восток бывает слишком праздничный. Восток бывает сдержанный. Здесь, конечно же, подиумный восток. Вместе с этим мы можем увидеть серьги Колетта за 13 230 долларов. Конечно же, возникает вопрос, как это все держится. Ну, это вопросы крови. Какой бы фотографию мы не посмотрели, это действительно выглядит, ну, очень чарующе. И очень необычно. На показе все это выглядело вот таким вот образом. Вы знаете, ее рост, который, конечно же, меньше, чем рост модели, не испортил этого платья. И я хочу все-таки обратить ваше внимание на серьги, потому что серьги это что-то очень необычное. Мы давно не видели таких серег. Я давно такого не видел на красных ковровых дорожках. И мне приятно видеть, что все-таки многие выбирают смелый дизайн. Но вот ничего нельзя сказать про ее сестру Холли Бейли, певица, платье Моно. Это просто отвратительно. Это отвратительно везде. На груди и на бедрах. Более отвратительного платья за сегодня вы не увидите. Хотя я даже не удивлюсь, если и будут такие наряды. Ну, во-первых, меня интересует, что это за верх наряда. Почему нельзя было как-то это сделать лучше. Потом вы видите, у меня тут лямки от загара остались. Но все-таки это не самый лучший вариант, чтобы прийти на красную ковровую дорожку. А вот на этой фотографии нет. Видимо, просто так свет был. Наряд ей не по размеру. У нее большая грудь для него. И все-таки нужно больше роста. И что это за грустные смайлики, которые мы можем увидеть? Ведь вы знаете, это похоже на какую-то мордашку. Вот вы знаете, как будто бы лифт это ушки, а на бедрах у нее глаза. Ну и нос и рот вы тоже понимаете, где расположился. Я не знаю. Оно и на модели-то выглядит жутко. На ней еще хуже. На модели хоть эти чашки не расходятся, понимаете. А здесь они разошлись, как в море корабли. И все. И все. О чем мы тут с вами будем говорить? Синтия Эрриево. Костюм Луи Витон. Ну, коллекция 2023 года. Конечно же, круизная коллекция. Очень странная. Можно вообще увидеть здесь какую-то коробку, которую на нее надели. Или детский портфель. Знаете, вот вырезали дно и надели через верх. Правда, там где ручка должна быть. Ничего не могу сказать похвального для этой коллекции. Она действительно была хорошо стилизована на показе. Но все-таки на ней смотрится иначе. У нее часто бывают яркие оттенки. Но в любом случае, давайте просто детально посмотрим еще раз. И перейдем вот к этому очень странному архитектурному платью. Джейда Чивсе. Блогер. Платье Тиз Эльфамба. Ну, вы знаете, может быть, они вдохновлялись архитектурой. Захихадид. Но, на мой взгляд, все-таки здесь переборщили. Во-первых, я не понимаю смысла этих крупных украшений. Ну и потом, для такой плотной ткани наверху требуется плотная ткань и внизу. А так, вы знаете, это обломок какой-то шхуны. Вот такая, знаете ли, тряпка, которую натянули на шлюпку для того, чтобы плыть по волнам. А в данном случае непонятно чего. Ткань на юбке слишком прозрачная для того, чтобы все увидели белье. Ничего не нужно было делать. Ну и меня, конечно же, смущает вид сзади. Это правда очень странно. И это очень необычно. Но мы видим с вами, как это выглядит в черном варианте. Как это выглядит во время наколки. Мне лично непонятно идея дизайнера. Разница тканей. Все-таки мы хотим удивить или мы хотим создать красивый образ. Мне кажется, они хотят эпатировать. Платье Рик Оуэнс. Весна-лето 2022 года. Коллекция Рэдди Туэ и серьги Ив Сен-Лоран. Слушайте, ну вообще, конечно, очень характерно для Рика Оуэнса. Это такая, знаете ли, закрытая сексуальность. И причем очень интересная конструкция этого наряда. Мне кажется, ей не хватило роста. Из-за чего платье ушло в подол, в трен, в хвост. Ну, конечно, хочется всегда видеть, как это выглядит в жизни. Нет, она и, конечно, поднимала. Вверх выглядит очень хорошо. Очень хорошо повернулась. Все просвечивает. Молодец. Ну, я могу сказать, что это, наверное, на фотографии выглядело более привлекательно. Увлекательно и завлекательно. Вот, пожалуйста, сейчас сконцентрируйтесь. Я вам покажу, как платье выглядело на показе. Да, вот так. В принципе, задумка и реализация. Муни Лонго. Певица платья Каролина Эррера. Ну, мы в последнее время у обновленного бренда Каролина Эррера видим обилие ткани. И видим, конечно же, такие оттенки. Это одни из самых популярных оттенков на этот, мне кажется, сезон. Это такие very, 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 very fuchsia. Ну, посмотрите. Тут можно увидеть яркие оттенки. Сегодня улицы различных городов заполонил такой цвет. Напишите, какой цвет популярен в вашем городе, какой встречается больше, чем остальные. Это чем-то напоминает коллекцию Виктор Эндрольфа с этими вырезанными юбками. Но, опять-таки, это мое наблюдение. Очень красивое платье. Людмила, певица, платье Лена Бериша. Да, действительно, все здесь хорошо. И то, что мы можем видеть на этой фотографии и на этой. Можно было бы выбрать другую сетку, сделать ее темней. Почему она не выбрала, я не понимаю. Да вообще, можно было бы без сетки. Можно было бы повесить вот такие цепочки, для того, чтобы не расходились чашечки Лифа. И мы бы увидели ее татуировку. Вот эти перчатки, как нельзя, кстати, сюда подходят. Только перчатки немного великоваты. Одно из самых красивых платьев черного оттенка. Вот как, в принципе, ее готовили. Серьги. А вот, пожалуйста, они их примерили. Давайте посмотрим, как она нас приглашает вместе с ней ассистировать на ее туалете. В принципе, туалет выглядел вот так. Это ногти, это макияж. И, конечно же, прическа без прически нельзя. Вот те самые перчатки, которые надели на нее. Таким образом, застегнули ей обувь. Ну и посмотрите на платье. Это Билли Портер, костюм Рик Овенс. Очень странно. Конечно, подобные ботиночки вы уже видели. Александр Рогов в них в Петербурге ходил. Это не такие же, но очень похожи. Тоже Рик Овенс. Ну, давайте говорить откровенно. Деконструктивизм здесь хорош. Но, опять-таки, выглядит это очень все странно. Это все подиумная вещь. Не нужно говорить, что это все уродство. Нет, это не уродство. Это своего рода манифест Рика Овенса. Он этим давно-давно промышляет. На показе это выглядело вот так. И я хочу сказать, что на Билли Портере это смотрится необычно. И необычность заключается в том, что мы привыкли видеть его в платье. Здесь же мы можем видеть его в юбке. Но в любом случае создается уже образ не мужчины в женском. А вот образ бесполого существа. Ничто не намекает здесь на пол. Ни его макияж, ни его прическа, ни обувь. Ни его вот этот костюм, состоящий из кофты и юбки. Это действительно необычно. Ну вот так Билли Портер хочет показать, как он выглядит. Это вообще аппликация из различных платков Дольче Габбана. Такое ощущение, что они собрали весь свой текстиль, который не смогли продать. Или отрезки тканей. И создали вот такое вот платье. Очень характерно для них. Но лучше уж такое платье, чем вот такой вот наряд для бразильского карнавала. Саммер Уолкер. Причем не забывать, что она еще и беременна. Украшение на теле Лорелл Стрита. Ну вот понимаете, это такой своего рода парафраз на Джузефину Бейкер. С ее юбочкой. У нее были всегда короткие юбки. И вот такие вот красивые груди с нашлепками на них, чтобы никого не шокировать. Конечно, в этом можно увидеть некую туземность. И увидеть некую эстетику племенного плана. Конечно, это не относится никак ни к городской одежде. И не относится к моде. Это такой вот этнический племенной наряд. Я не могу сказать, что это красиво. Я не могу сказать, что это некрасиво. Ну, это странно. Но в этой странности есть что-то особенное. Это не ужасно. Это действительно красиво. У нее красивое тело. И все-таки это отсылает нас к какому-то богатому племени. Био-рэпер платье Жан-Поль Готье. Коллекция 2021 года. Кутюрная коллекция. Жан-Поль Готье был один из немногих дизайнеров, которые вновь одели дамы в корсаже, в бюстье и в корсеты. Если вы посмотрите выходы Росси Ди Пальма в рамках его дефиле, то мы можем увидеть ее постоянно дефилирующую в корсетах. Это правда красиво. В этом есть доля фетишизма. И многие мужчины специально на рубеже 19-го и 20-го веков заковывали своих женщин в корсеты даже тогда, когда того не требовали обстоятельства окружающей среды и присутствие, где они находились, или же не присутствие, например, в домашней обстановке. Обувь на высоком каблуке и корсеты – это часть распространенного фетишизма среди мужчин. Это правда, что на показе, что на ней выглядит очень хорошо. Обычное платье Акира Акбар, актриса-модель. Колье Диор, платье Диор, туфли Диор. Колье стоит 870 долларов, тогда как туфли стоят дороже. Эти туфли стоят 990 долларов. Это типичное для Диора платье. Платье в стиле Нео Грекко. Фасон, который и так понравился, и так пришелся по душе Марии Грации Кьюри. К сожалению, ничего от Диора здесь нет. Все упрощается, все становится абсолютно другим. Ну вот, когда уходит дизайнер, уходит целая эпоха. Дом можно смело закрывать и переименовывать в имя следующего креативного директора. Вот еще одно интересное платье. Это Нови Браун, актриса. И вот здесь мы можем видеть действительно интересные ракушки и прочтение какой-то островной эстетики, островной жизни. Платье La Falaise Dune. Очень интересный крой, особенно расходящийся наверху. Мне все-таки кажется, что на ней это смотрится очень хорошо. Правильно подобраны ракушки. Не создается никакого когнитивного и визуального диссонанса при виде этого. Ну и куда уж без аксессуара в виде бокала. Шампанского, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Она наверняка выпила совсем немного. Но для смелости тоже необходимо иногда. Очень хорошая обувь, красивый разрез. И вот вы видите, мы видим ногу, но абсолютно не видим никакого разврата. Покажу вам процесс наложения и прикрепления этих ракушек на платье. Это действительно то, о чем стоит говорить. Это красиво, это необычно. На мой взгляд, это одно из самых затейливых платьев, потому что мы увидели ручную работу, мы увидели труд и мы увидели мысли дизайнера. Опять-таки, посредственность не только попадает в кинематограф или в музыку. Посредственность попадает и в моду. К сожалению, такое бывает. Потому что посредственность плодит посредственность. Посредственная актриса будет давать возможность развиваться посредственным дизайнером. Такое есть в нашей стране. И достаточно посмотреть, в чем приходят некоторые звезды на красной ковровой дорожке. Они же потом говорят, какие на них наряды. И вы заходите и видите, что там все такое ужасное. Правда ужасное? Никогда не стоит требовать стиля от тех людей, которые не претендуют на то, чтобы быть стильным. Но если человек претендует на то, чтобы быть стильным, и он таковым не является, значит нужно об этом говорить. В своих обзорах я как раз-таки и говорю о тех людях, которые хотят быть стильными или не хотят быть стильными. Если они не хотят быть стильными и не заявляют о себе, что они главные в моде, к ним нет никаких вопросов. Мы просто говорим, что у них свой самобытный стиль. Это не относится к моде. Если мы говорим о людях, которые имеют большую претензию, например, Ольга Бузова. Сколько раз она демонстрировала всем вот это чувство, что она одевается очень хорошо. Я делал обзор Ольги Бузовой, ее нарядов. Посмотрите, если вы не видели. Кстати, я сделал очень много обзоров гардеробов. На этом я закончу свое видео. Напишите в комментариях, какой наряд вам понравился больше. И скажите, пожалуйста, кто по-вашему в нашей стране может назваться стильным человеком. Я посмотрю комментарии и, может быть, о ком-то даже сделаю видео. Нажимайте на колокол и рассказывайте об этом канале вашим знакомым, потому что здесь говорят о культуре. Субтитры сделал DimaTorzok